Девушки отдыхают Девушки отдыхают Юлия Селявина, ведущая этой программы. Здравствуйте. Доброе утро, Сергей Даренко. Ну что, давайте обсуждать. Вчера прямой эфир был с президентом. Хотите обсуждать? Ну, конечно. Уф, еще чуть-чуть музыки. А что-то меня заладили одно и то же. А вот здесь. Продирает. Продирает насквозь. Продирает, продирает насквозь. Ну что, как вам Медведев? Как Медведев вчера? Мадец. Столько на ваших поводов. Медведев вчера, да. Да, нет, а давайте... Слушайте, у меня есть точка зрения. Она неординарная, экстраординарная. Но я же не могу все время забивать доблестную аудиторию. Роскошную, высоко чтимую, высоко духовную аудиторию. Аудитория, кто видел вчера Медведева и этих трех выдающихся светил журналистики, расскажите ваше впечатление. Впечатление в том смысле, что... Охарактеризуйте нам, пожалуйста, как вам он и как вам они. 788-107-0. Что-нибудь новенькое вы видели? 788-107-0, наш телефон в студии. И расскажите нам, как вам он, как вам они. Ну так. Ну, пожалуйста, не обижайте слова в рамках Льва Толстого, что-нибудь такое, да? Алло, здравствуйте. Сергей, доброе утро, Алексей. Да, Алексей, как вам? Сергей, в целом Медведев, как Медведев, меня, если честно, больше всего поражает его манера говорить и огромное количество жаргонных слов, которые... Жаргон, жаргон. Я записывать буду сейчас. Ага, есть жаргон, раз. А в каком месте? Ну, у него периодически проскакивает там слова, как оборзели там, или что-нибудь, такие-то. То есть слова дворового уровня, которые я считаю, что президент... А вам кажется, что президент, ну, должен блюсти каким-то образом? Ну, естественно, он президент страны. Слушай, а мне мимо отошел. Вот мне интересно ваше... Я абсолютно понимаю то, что вы сказали. То есть когда он на кафедре, когда он обращается в качестве президента, а вот как вы думаете, вот если бы вы были президентом, вы бы себя блюли лексически, а вот отойдя, скажем, в компанию приятелей, одноклассников, или там, ну, как бы вы тогда... Меняли бы лексику, или так бы уже и дудели все время, бу-бу-бу? Нет, ну, я бы, конечно, менял лексику, но когда человек говорит на всю страну, когда он представляет лицо страны, да, и как бы ориентиры для страны, да, когда он... Больше византизма. Больше византизма надо. У него в каждом выступлении, в каждом выступлении... Я заметил тоже. ...заргонных слов. Причем, если Путин употребляет, то есть он употребляет там какие-то слова, только когда там пытается там или пошутить, или еще что-то, у него не получается смешно, да? У Медведева это выглядит, ну, просто... Путин готовит такие шутки. Путин готовит. Это слушается естественно. Нет, он готовит такие шутки, абсолютно естественно. Нет, он не готовит их вчера. Он готовит их прежде репликами. Он чуть делает смущенное лицо, как если бы... Ну, да, 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 да. То есть он готовит тебя к тому, что... Эх, я сейчас не сдержусь. Эх, я сейчас... Эх, я сейчас... Да, 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 да. А Медведев говорит так, как если бы не меняя тона абсолютно, да, 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 да. Да, Медведев просто их выплевывает, и причем слушает-слушает. Да, да. То есть византизм... Спасибо, Алексей. Понятно. Значит, отсутствие византизма, отметил Алексей. Можно я напишу Алексей? Алексей, без византизма. Нужно блюсти себя, будучи на троне. Нужно блюсти... Да, интересно, как говорит Обама. Но я не знаю об этом. Просто реально не знаю, поэтому не буду делать суждений. Он говорит... Медведев, естественно, говорит. То есть Медведев не готовит тебя к тому, что... Эх, я сейчас, да как скажу. Нет. Он просто говорит и говорит, и все. Вот эти слова... Да, вы думаете, что он, в принципе, употребляет такие слова? Абсолютно. Или он пытается специально... Абсолютно. ...такие слова употреблять для того, чтобы стать поближе к людям? Это вопрос. Давайте спросим. Алло, здравствуйте. Как вам он? Как вам они? Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Александр. Да, Александр. Руководители, ведущие телекомпании, выглядели истинными верноподными гражданами. А кто верноподные все-таки из них, Александр? Потому что... Они все, примерно, одинаковые, но... Ну, кто верноподные? Нет, ну скажите все-таки. Руководитель Первого канала, очевидно, выглядел более верноподными. Зато он спросил по Басмана... Нет. А, Александр, а у него было выражение лица так, как будто он говорит с трудным подростком, да? Ну, умилительно, умилительно так. Да? А слова, которые применял Мебедов, скорее всего, были срежиссированы пиарщиками. Он говорил... Вернее, отпускал некогда. Да вот. Нет, он не был... Дайте спорить, я буду. Подождите, подождите. Подождите, Александр. Но он не был картонным. Президент говорил абсолютно... Он говорил свободно. Очень свободно. Если бы он что-нибудь репетировал, он был бы картонный. Согласен. Но те слова, которые иногда выскакивали... Да. Они, скорее всего, были домашней заготовкой. То есть, именно эти слова... Ну, про указы тогда... Нет, но он говорил... Да, про указ и так далее, конечно, заготовка. Но, извините. Но он говорил это свободно, абсолютно отвольно. Слушай, хотел обратить вашему... Вернемся к Эрнсту. Эрнст, при том, что у него лицо было умиленное, будто он пытается нянечкой устроиться на работу нянечкой. Знаете, когда приходишь перед мамочкой... Суси-пуси-суси-пуси. Вот так. Он пытался устроиться нянечкой к президенту, я так думаю. Но не в этом дело. И он думал, что, например, там пресс-служба смотрит, достаточно ли он нянечка. Но он же спросил про басманное правосудие. Это жесткач. Тем же выражением лица, да? Нет. Он спросил это... В этом... Нет. А он не стал бы так Путина спрашивать. Ну что вы... Нет, ну серьезно. Мы же серьезные люди. Ну это сразу показывает, кто сколько весит. Не думаю. Вот он... Понимаете, у Кости, да, такое лицо было, будто он хочет нянечкой устроиться. Но он спросил про басманное правосудие. Это серьезный жесткач. Не считаете, да? Ну... И потом Олег Добродеев, у него было все время спокойное лицо абсолютно. Да. Да, нет. Да, интересное дело. Значит, нет. Александр отметил умилительное выражение у Кости. Ну, Костя... Понимаю, умилительное. Умиленное. Умиленное. Умиленное, пожалуйста, да? В страдательном залоге он будет у нас, Костя. Пусть он будет в страдательном залоге. Умиленное у него будет такое оно. Кто? Что? Бывшее, сделанное умиленным. Костя. Умиленный Костя. Но Костя спросил про басманное правосудие. Это вам не хрен... В смысле, это вам не оля-ля... Я не президент. Мне можно слова какие-то употреблять? Лучше воздержаться. Лучше воздержаться, даже если я не президент. Понимаете? Я хотел сказать, это вам не хрен собачий. Хотел сказать я, но Юля запрещает. Окей, поехали дальше. Значит... А, нет. Хотите минуту перерыва? Давайте, давайте. Хотите минуту перерыва? Так получите. Нет проблем. Подъем. Бежит река в ту планету. Бежит она меня маня. Ах, а кавалеров мне вполне хватает. Но нет любви хорошей у меня. Ах, а кавалеров мне вполне хватает. Нет, но нет любви хорошей у меня. Танцую я. Бакс, роты, вальсы, пою в кругу. Я у плетня. Я не хочу, чтоб кто-то догадался, Что нет любви хорошей у меня. Я не хочу, чтоб кто-то догадался, Что нет любви хорошей у меня. Стоит береза. В опушке грустит одна. На скалоне дня. Я расскажу березе, Как по-дружке, Что нет любви хорошей у меня. Я расскажу березе, Как по-дружке, Что нет любви хорошей у меня. Все парни спят, И спят девчата, Уже вселененьем не огня. Ах, я сама, наверно, Виновата, Что нет любви хорошей у меня. Ах, я сама, наверно, Виновата, Что нет любви хорошей у меня. Уже Новый год отмечали. Какой-то момент, Какой-то момент Юлия Селявина спросила меня, Как это соотносится с выступлением президента. Был момент, когда я схватил гитару, Она говорит, Осторожно, говорит, А как это соотносится с выступлением президента. Я думаю, связь, Связь должна наблюдаться Трансцендентально-диалектически как-то. Нет, ну давайте, правда, Серьезно сейчас говорю. Это просто нам написали на смс, У меня же смс здесь перед глазами, Которая, кстати, почему-то не работает холерой, я дели. Значит, смс, которая вдруг зависла, Но последнее сообщение, которое я вижу, Аня, у него входящие, Последнее, Юля Звезда, супер, Офигенно спели, респект. За ми-ненависть, Лучше бы реальное дело. В смысле, ми-ненависть? Ну, в ми, в ми мы играли, да. Что пьете, спросил Саша. Ничего мы не пьем, мы пьем пуэр, вы что? Слушай, значит, Мне написали здесь, Почему у нас Киндон Кам идет, И говорят, дайте что-то русское. Мы вам из Евгения Евтушенко спели. Нормально? Довольны? Все, порядок. Поехали дальше. Как вам он, как вам они? Вчерашнее интервью президента. Интересное, новое, очень необычное. 788-107-0, наш телефон в студии. 788-107-0, наш телефон в студии. Как вам он, как вам они? Алло, здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Сергей. Здравствуйте, Сергей. Сергей, я так подумал, посмотрел на президента и просто удивляюсь. У нас в стране как будто все в порядке, и осталось только алкоголиков за рулем, просто надо просто истребить. Ну, почему он МВД еще сказал, МВД? Нет, по-серьезски было. Про МВД серьезно? Ну, про МВД серьезно, да. Да. Единственное, что вот удивительно просто, люди без запаха просто, будто и в стране все будет в порядке. А, то есть вам, ну, скажите, ну, вам, в смысле, вот то, что он излучает уверенность, кажется, в высшей степени фальшивым на фоне... А что, если бы у него глаза метались, было бы лучше? Да нет, конечно. Ну, и чего там? Ну, потому что он просто оторван, как и парламент, как и все остальные властители, и так, так скажем. Оторваны просто от жизни совершенно. Ну, почему? Он Линкен-Парк знает, Басманы Павлосудия знает, этих самых про Кавказ знает, про МВД все знает абсолютно. Все вопросы, по-моему, как раз вчера задавали вопросы, я со стула подпрыгивал. Нет. А? Вас не удовлетворило? Разочарование, честное слово. Разочарование, и все-таки вам показалось, что отстраненность некоторая, да? Да, да, да. Понял, спасибо, Сергей, спасибо. Отстраненность, пишет Сергей. Я, честное слово, думаю, что нужно тогда 10 таких интервью, чтобы отстраненность. А, я записываю. Ну, вы говорите, что вы подпрыгивали со стула, но, тем не менее, вы... Отвага, какая отвага была явлена Кулистиковым. Отвага. Кулистиков, в какой-то момент Кулистиков был практически, как Александр Матросов, он рванул на себе, он рубаху рванув на груди, пошел в атаку. Он поднялся просто из окопа один. Он сказал, а Единая Россия там чуть ли не кричал, там, piece of shit. Он правда кричал серьезно. Я думаю, господи, его застрелят, он не выйдет из этого помещения. Он не выйдет из этого помещения. Но, тем не менее, они не дожали, да? Как не дожали? В некоторых вопросах. Нет, они вообще, они вообще, у них было такое ощущение, честное слово, они вели себя, как палестинские мальчишки в боях с израильской военщиной. Они кидали камень и убегали сразу. Оба, все трое, то есть, извините. Они кидали камень, например, они такая, знаете, они так подбегали, так кидали камень, и разворачивали, и нету, и все, где ты, стоп, стой, стой, иди сюда. Нет, они уже убежали. Все, убежали. Потому что они спрашивают, например, с МВД холера их дери, они спрашивают серьезный вопрос, реально. Он говорит, да я сейчас указу задам. Первый вопрос следующий задайте вы, вы журналистка, серьезная журналистка. Указ об МВД. Он говорит, он говорит, я буду реформировать МВД, просто, да, значит. Что с министром? Первый вопрос. Селялина журналистка, просто внимательно сейчас очень важно отметить. Что будет с министром? Оставить либо Нургалиева, раз. Другой вопрос. Какой? Ну просто, он говорит, я оставлю Нургалиева. Дальше. Структурное переустройство, сколько человек останется, какие департаменты будут устранены. Все, пошла, 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 грызть холку, пошла, грызть холку, вцепилась как бульдог, пошла, пошла. Вот, это Селялина. Пожалуйста, эти ребята. Они, о, да, да, да. И все, и откатились. Все. То есть, как-то не очень парит, что он отвечает. Какое ощущение, что, в принципе, им, в общем, все равно, что он отвечает. Они такие, ну, новость, да, новость. Типа, ага, наверное, первые поверсточки. Они такие, они задают вопрос, такие, ух, все, пронесло, все, задал, голос не дрожал, все, сделал умный вид. Нет, нет, все, вроде что-то ответил умное. Все, молодец. Очень хорошо, очень солидно. А вы видели, что Добродеева нарочно, а вы видели, что Добродеева оператор и режиссер долго полировал его макушку, чтобы показать, что у него совершенно не редеют волосы у Добродеева? Нет, отдельно, я знаю, это же его режиссер, это же его российское телевидение режиссер был, и это его, я думаю, надеюсь, но я так думаю, потому что, знаете, они долго упершись в затылок Добродеева показывали, что у него густые волосы, потом показывали, собственно, макушку, что у него там не редеют волосы, потом показывали виски, что только на висках их тронула седина, а так-то даже и голова не седая. Потом снова показывали макушку, чтобы показать, что он не лысый никакой, в отличие там от многих, между прочим, дураков и так далее. Понимаете? И так далее. То есть в этом смысле был явлен нам Добродеев наилучшим образом, я считаю. Он лучше, чем все остальные был явлен. Вот. Хорошо. Кто-нибудь еще? Ну, как вам он, как вам они? Слушайте, почему все время скептики? Где восторженные поклонники? Я не понимаю, куда они делись все? Все время скептики какие-то, притом злобствующие до какой-то степени. Алло, здравствуйте. Всех этих... Здравствуйте. Как вас зовут? Алло, привет. Да, здрасте, да. Меня зовут Олег. Как вам он, как вам они? Ну, он, я еще раз убедился, что в моем лице как бы порядочный человек. Человека назначили на этот пост просто пересидеть до следующих выборов Путина. Вы считаете, да? Да. А вы не увидели вчера самостоятельного... Извините, вы не увидели вчера самостоятельного политика? Ну, сколько наблюдает самостоятельности, наблюдая за его окружением, что творится. Да нет, вчерашний вариант... Самостоятельности такой нет. Подождите, ну вчера, вчера реально вы смотрели ящик или нет? Вот это важно. Я смотрел ящик. Да. Вот вчера вам не показалось, что он новый? Нет. Нет, да? Все по инерции. По инерции, по инерции. Значит, таких интервью... Спасибо вам огромное. С таких интервью нужно стук 20, я так понимаю. У всех уже предвзятое отношение. Предвзятое, да, 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 да. Вы увидели что-то новое, а люди... Да, 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 да. А нет, опять то же самое. Да, абсолютно. Таких интервью надо 20, понимаете? Не знаю, вся пресса видит... Вся пресса видит нового президента во вчерашнем интервью. Я просто... Посмотрите прессу, не один я. Я, например, реально видел нового президента. Он говорил степенью свободы, неизвестной прежде. Он не вспоминал параграфы и... Он не вспоминал картонные параграфы никакие. Он говорил обычным языком. Обычным языком с тем, чтобы быть понятным. А знаете ли, искусство быть понятным, это тоже искусство. И он... Он самые... Самые злые вопросы позволял задавать. Я так думаю, что ведь речь шла о том, что они были подготовлены. Я так думаю. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день. Как вас звать? Андрей Москва. Да, Андрей. Ну, наряду со всем тем, что вы увидели, я увидел еще, в принципе, несчастного человека. Ага, в чем? А в том, что достался ему такой народ, о котором он и сказал, что достаточно народ, который в трудные времена имеет такой тяжелый, так сказать, менталитет. Да. И да, ему настолько тяжело. А потом еще и целая армия непонятных людей его окружает. Вы вспомните, как сказал по поводу послания президента, как реагировали люди в зале. Играли там... Да, 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 да. Притом это лучший из лучших. Соль от соли с земли русской пришли, чтобы поиграть на мобильных телефонах. Конечно. И обратите внимание, какая его реакция была. Абсолютно путинская реакция. Срочно подали мне списки. А вы как бы сказали? Нет, ну тут бы... Ну, на самом деле, мне, честно говоря, глубоко жалко этого человека. Я думаю, что это была шутка насчет списков, потому что у этого, у Кулистикова нет, конечно, никаких списков. Ну, безусловно. Но реакция была. Реакция была, да, да, да. Ну аж нет. А народ не подарок, черт бы его задрал, а? Да, вот поэтому мне, в принципе, жалко. Нормальный человек. Но, как всегда. Хорошо. Чувство свободы. А как вам чувство свободы? Вы увидели? Свобода... Свободы раскованности. В смысле раскованности, не картонности, не заготовленности. Нет, это абсолютно... Я почему и говорю. Абсолютно нормальный живой человек. Нормальный живой человек, да. А как вам они? Вот трое блистательных интервьюеров. Ну, вы же, Сергей, правильно охарактеризовали. Это некие такие, мне показалось, как марионетки. Вот их дергают так, они что-нибудь скажут. Действительно, и сразу-сразу в какую-то зашоренность. Ну, вообще, на самом деле, вы абсолютно правы, журналисты у нас на настолько низком уровне. Надо было Селявину послать. Смотрите, она бы вцепилась, она бы переговорилась. Сергей, у вас целая плеяда замечательных журналистов. Спасибо, спасибо, Андрей. Нет, серьезно, я говорю, потому что... Когда он говорит, я издам указ о реформе МВД. Они так цокают языком, так цокают, подбрасывают словцо. Так это, понимаете, как понюхают сперва. Так они так... Да, типа, ну что, новость, новость. Они, знаете, на кого похожи? На выпускающих редакторов. Они не журналисты, а как выпускающие редакторы. Они так подбрасывают словцо, говорят. М-м-м, новость, новость. Неплохо залепил, да. Небось, по-первыхому в верстке пойдет месту. М-м-м-м. Они так, значит, ну-ну-ну-ну-ну. Ну ты же не молчи, ты что-то говори, говори. Вот. То есть... А у них нет самих интереса, как бы, мне показалось. Потому что, первый вопрос, Нургалеев останется. Первый вопрос. Не, мне кажется, просто они все как-то... Я сегодня издам указ о реформе МВД. Нургалеев останется? Сколько глубока будет структурная перестройка? Какие подразделения будут упразднены? Сколько человек останется в структуре? Сразу, сходу, сходу, дуйся, дуйся, ты же журналист. Они такие, ага, ага. Ну, молодец, неплохо залепил, нормально. Ага, ну давай дальше, да. Да-да-да, ну ты работай, работай. Вот, 9 часов 26 минут. Обзор печати. Подъем. Сергеем Даренко. Найросен. Обзор печати. Это обзор печати Юлия Селяевна в студии Русской службы новостей. Сегодня все газеты пишут, конечно же, о Медведеве и о его интервью трем журналистам. Сегодня первый полос и фотографии, и краткие выжимки из того, что он сказал, эксперты, мнения и так далее, и так далее. Все об этом читайте сегодня во всех изданиях. Также главная тема, которая фигурирует сегодня в некоторых изданиях и чаще, чем остальные, это Афганистан. Ровно 30 лет назад советские войска вошли в эту страну. Российская газета «Известия», читайте об этом. И у Михаила Боярского сегодня юбилей 60 лет. Тоже во многих газетах эта тема так или иначе появляется. На что еще нужно обратить внимание? Во-первых, на «Известия». Они, журналисты, газеты пишут о том, что в Грузии вышел рекламный ролик, который должен привлекать грузин к службе в армии. И в этом рекламном ролике фигурирует цитата из Гитлера о том, что мы не вернем потерянные территории надеждами, молитвами, а только силой. Вот читайте об этом в «Известиях». А также сегодня «Комсомольская правда» пишет о том, что у директора модельного агентства украли базу с девушками. Там всего 300 моделей было с телефонными контактами. И они, естественно, в полуголом виде. Это первая полоса, огромная статья вообще о модельном бизнесе. Читайте об этом в КП. Российская газета сегодня пишет о том, что главная военная прокуратура вывела офицеров с фальшивыми погонами. Их оказалось немало. Об этой вообще проблеме, о том, как это все получается, зачем они это делают. И даже фамилии некоторые названы. Читайте об этом в российской газете, об этой проблеме. «Твой день» сегодня пишет о том, что убийство священника Александра Филиппова могло быть испланировано. А не случайно, возможно, появились эти люди, которые убили Александра Филиппова с оружием именно там. И в то же время газета пишет о том, что они пришли разобраться с другом своей знакомой. И, возможно, для этого нужно было оружие. В общем, история довольно запутанная. Читайте об этом в газете «Твой день». И еще газета «Газета» сегодня пишет о том, что Дед Мороз завтра из Великого Устюга прибывает в Москву. Так его украдут большой гнус, интрига и бацилла, а спасет волшебника только Юрий Лужков. 9.30, новости на РСН. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. 9 часов 33 минуты. Пятница, 25 декабря. Русская служба новостей. Право знать. Мы продолжаем с Юлией Селявиной. Юль, всем спасибо за поздравления. Поздравления с наступающим. Пошли уже. Значит, чего-чего? Молодцы. Ни одной фальшивой ноты. Алексей, душевно спели. Браво, Юлия Звезда. Супер офигенно спели. Где новый указ президента? Чего ждать президента? Так уже есть указ. Где указ? Где указ? Где новый указ? Значит, секундочку. Эрнт задал вопрос, отвечает, а сам он на ручку крутит. И еще, еще, еще. Сергей Юлия, с Новым годом. Успехов, здоровья, счастья от Сергея. Еще что-то про вас. Тут много хора не будет читать. Не отплевать. Был бы я продюсером, выкрал бы. А, это опять про вас. Короче, с Новым годом, да, наступающим. Черт побери, все, я читаю не про себя. Это меня начинает вызывать ревность, между прочим. Хорошо. Давайте обсуждать МВД, что ли? Или ГАИ? Кого хотите? Давайте с МВД все-таки начнем. Вообще с МВД как есть таковой? Нет. С указа президента 20% сокращения, повышение зарплат, реформа МВД. Да. Ну так что? Ну так давайте обсудим. Да. Есть такое, есть такое дело. Значит, там есть дублирующие органы, которые есть на территории сидят, на земле. Есть которые сверху, есть которые сбоку. Как будто бы за счет сокращения только этих людей сотни тысяч милиционеров обретут счастье на улице. Что-то такое около 300 тысяч милиционеров пополнить ряды организованной преступности и там вольницы. Ну обязательно пополнить. Ну а что, потом у тебя и в шахты пойдут, что ли? Куда пойдут? В какие-нибудь охранные предприятия можно пойти. 300 тысяч милиционеров будут выплюнуты судьбою в нашу среду. То есть они вернутся к нам. Какие, как мы им скажем, как это, повертайся к сынку или что-то такое. Как-то там по-украински было. Ну вот. Мы скажем им с удивлением. Добро пожаловать домой, сынок. 300 тысяч милиционеров сделаются просто гражданами России. Такого унижения, такого унижения, такого паскудства, я думаю, они не ожидали, чтобы их так унизили, чтобы они сделали с гражданами России. Вы можете себе представить такое просто попрание, я бы сказал, милиционеров, которое грозит сделать президент. Итак, реформа МВД. 300 тысяч, 300 тысяч. Куда мы их пристроим? Может быть, их где-то поселить отдельно, компактно как-то? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Михаил. Да, Михаил. Я вот хотел вам сказать, что про милицию. Да. Медведев, скорее всего, создает свою силовую структуру под себя. А на народ-то ему, в общем, наплевать. То есть вы думаете, что он создает некую опричнину? Ну, я думаю, что... Ну, опереться-то не на кого. Народ, он опереться не может, он не апеллирует к народу. Так-так-так-так-так-так-так-так. И в условиях разобщенности с народом он апеллирует к... Он создает некую опричнину, верно? Ну, да. И еще и кармию так. Так для того, чтобы создать опричнину, надо им отдать нас народу, если следовать вашей логике. То он должен сказать ментам, менты, расклюйте печень этим подонкам, я отдаю вам весь великий русский народ на расклевание. Это, видите ли, не так? Народ у него в стороне. Так же, как у Путина КГБ, в беде вот никого нет. То есть он строит МВД для себя, понятно? Для себя. Спасибо, спасибо, спасибо. Значит, не для нас, а для себя. А я не вижу здесь логики, потому что если бы он строил армию янычаров, он должен был бы сказать им, вообще все, прощаю, будьте за меня, да? Больше, больше отдаю этих подонкам вам. Это вот это все быдло, ваша добыча навсегда, да? А вы говорите мне за это спасибо. Ну нет, наоборот, он их обижает. Ну, нет логики, Михаил. Ну, как бы я, прямо, если вы хотите нанять негодяев, то вы негодяям не должны сказать, а теперь, дети, я буду учить вас, там, декламировать Пушкина. Если вы хотите нанять негодяев, вы должны негодяев построить и сказать, раз, этот, как его, этот город сжечь, об окрасть и изнасиловать. Вперед! Вот как вы должны сказать негодяям. А Медведев, если бы он хотел завербовать негодяев, должен был бы это сказать. Он сказал, я выгоню 300 тысяч на улицу. Здрасте. Где же это вербовка? Это не вербовка, нифига. Ровно наоборот. 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. Погнали, 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 погнали. Реформа МВД. 300 тысяч, как я их люблю. Может быть, их на Новую Землю куда-нибудь. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Мавхова. Да, Дмитрий. Доброе утро. По поводу МВД. Мне кажется, ничего хорошего из этого не получится. Да. Почему? Совершенно. Ну, а как можно, при том окружении, какое есть. То есть, нельзя им самим доверить себя же, самоё и обстругивать. Это раз. Потом, ну, убавят на 300 тысяч, на 250 тысяч. Останутся все остальные. Какая разница? Не меняет сути. Как можно МВД, который возглавлял в своё время, Грызло разваливал. Ну да. И потом ещё ряд министров. Ну, как можно сделать сразу? Раз, уволили путём увольнения какого-то. Да. Слушайте, то есть, ваша мысль, коротко её выражая, заключается в том, что сам Буратино себя из Паленца не выстругает. Нужен Папа Карло. Это совершенно точно. Нужен какой-то Папа Карло, потому что Буратино... Папа Карло нужен приблизительно, я знаю приблизительно какой, но... Какой? Это мы с вами, я знаю. Папа Карло, настоящий, это мы с вами. Дайте нам Паленца, мы выстругаем из него кого хочешь, хоть другого нет. Ну да, Паленца можно найти. Да, спасибо. Вот справедливое замечание и сомнение. Справедливое сомнение, Юлия, заключается в том, что МВД, будучи всё ещё Паленцем, некой заготовкой хорошей милиции, однажды, которая имеет стать, оно не может, будучи Паленцем, само себя выстругать. Это, кстати говоря, очень выгодная вам теория, она подталкивает нас напрямую к креационизму, понимаете, да? Что Вселенная не могла создать самую себя, нужен был Бог вначале, до сингулярности. Понятно, да? Значит, и Паленца не может самоё себя выстругать, нужен Папа Карло или Господь, или как хотите, пожалуйста, Господь Христос, Папа Карло, это всё одно и то же. Значит, он создаёт МВД. А и кто же этот Папа Карло спрашивается в вопросе? И нет ответа. Может быть, Медведев будет выстругивать из них, стружку снимать? Кто-то должен. 7-8-8-107-0. Через минуту вернёмся. У нас ещё отмена ГАИ. Послушайте, в Думе там уже вспыхнули, вспыхнули настроения. Отменить ГАИ, к чёртовой мать, или 0-3 промили тоже отменить. Вообще всё решительнейшим образом отменить. В 9.40 через минуту вернёмся. Подъём. Внимание, тем очень много, горячее желание всех высказаться. Я отлично понимаю, что мы, по-видимому, перенесёмся и на следующий час с этим. Поэтому я предлагаю всё-таки продолжать говорить про МВД, реформу МВД, 300 тысяч милиционеров, которые вольются в нашу плоть и сделаются гражданами России. Что само по себе для милиционера, полагаю, невероятно оскорбительно и унизительно. Ну вот. Меня спрашивал однажды милиционер, в каком-то месте я проходил, и он говорит, а вы кто? Я ему говорю, гражданин Российской Федерации. И он сделал так, шаг назад и сказал, а, ладно, проходите. Но я не знаю, к чему он это, серьёзно, сейчас клянусь, я не знаю, к чему. Я слышал ваш голос, он... Да, я сказал, гражданин Российской Федерации. Он понял. Это когда было? Ну вот, год назад. А, ну конечно же. Он говорит, гражданин Российской Федерации. Он такой говорит, ну ладно, проходите. Я подумал, что он оторопел, потому что, может быть, я единственный тут гражданин. Серьёзно? Потому что он думает, ёл упало, с кем связался. Гражданин Российской Федерации. Нихрена себе. Ну вот, понимаете? Нет, серьёзно. Хорошо, давайте, 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 давайте. 7-8-8-10-7-0. Говорим про МВД. У нас ещё тема, смотрите, ликвидация ГАИ, но это после 10-ти. 0-3 промилле, или промилле, некоторые говорят, пожалуйста, как хотите. Значит, это после 10-ти. И Лужков, который борется с Гнусом, вы знаете, да? Никто не знает, это сюжет новогодней сказки, когда он будет бороться с Гнусом. Таким образом, сделавшись антигнусом, антигнус Лужков обратит Гнуса в бегство. И это будет чудовищно, красиво, и вернёт угнанную машину. Ну, теперь, когда полковник Максимов арестован, некому ловить угнанной машины. И угнанную машину найдёт антигнус Лужков. Ну, антигнус, в смысле, человек, противостоящий Гнусу. Ну, вроде антикиллера. Ну, конечно. Антигнус Лужков найдёт и вернёт народу утраченную машину. Я... О, чёрт! Это после 10-ти всё расскажем. Ладно? Продолжаем говорить об МВД. МВД будет реформировано. Ура! Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Анатолий. Я предлагаю и хочу... Давайте. Значит, возродить отдел регулирования уличного движения при ГАИ. И туда отправить этих 300 тысяч человек. Арут, Арут. Перекрёсток в Москве будет... Старики сказывали в 30-е годы, это называлось ОРУД. ОРУД. Отдел регулирования уличного движения. А может быть, организация управления уличным движением? Нет, отдел. Отдел, отдел. Отдел, да? Спасибо. Подождите, подождите, ГАИ, подождите, ГАИ. Вообще, в принципе, 300 тысяч, то есть вы считаете, что милиция возродится или нет, убрав 300 тысяч? Ампутировав, я бы даже сказал, 300 тысяч, ковыляя на костылях. Нет, сегодня промелькнуло по телевидению, что участковых ещё добавили. Побольше. Побольше. Потому что всюду расплодился таджик. Надо его ловить. И для этого нужен участковый. Нет, участковый теперь будет такой, что он будет помогать людям. То он, значит... Вредил. Преструкнули. Вредил. 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 А теперь, сидя под деревом бодхи, их торкнуло. И они будут помогать теперь наоборот. Понимаете? Да, восседая под деревом бодхи, Нургалиев... Нургалиев йог, вы знаете, это же не просто так. Я не шучу. Когда я говорю о дереве бодхи, я, конечно, отсылаю вас к буддистской традиции, но в буддистской традиции тоже есть своя обычная йога. Понимаете? Есть тантра. И вот не будем углубляться, а то мы дойдём до... Да, хорошо. Мы дойдём до Казанасутры сейчас. Значит, я бы осторожен. 7, 8, 8, 107 и 0. 7, 8, 8, 107 и 0. Он йог, и в этом смысле я очень обнадёжен. Здравствуйте. Да, добрый день, Сергей. Да. Ну, начнём с первых трёх... Скажите, как вас звать, и потом поедем. Так, Николай, 23 года прослужил в пограничных войсках. Я знаю, что такое реформирование. Вот как бы у нас ни получилось холодное лето 1953 года в связи с этим увольнением. Они же делать-то ничего не умеют, эти милиционеры. Балбесы эти, в смысле, да-да-да-да, лучшие из нас. Так что же... Ты согласен со мной, да? Абсолютно. Но они смогут... Они смогут... А? И далее... И главная трагедия, Николай, извините, будет в том, что ещё не от кого охранять. То есть они могли бы пойти в охранные подразделения, но поскольку... Какие охранные подразделения? Они бездельники, понимаете? А. И сейчас пойдёт расправа над умными, хорошими оперативными сотрудниками. Далее, 300 тысяч человек в сокращении. Это же внутренние войска, они в состав этой аббревиатуры входят. МВД. Это малограмотные внуки Дзержинского. А, ну так. МВД. МВД. Они профессиональные качества свои потеряли, понимаете? Понимаю. И подготовка крайне низкая. Товарищ полковник, товарищ полковник, с наступающим вас. Спасибо, Серёж. Спасибо, спасибо. Товарищ полковник врезал. Правильно. По-настоящему, а? Да, но мне кажется, некоторые противоречия в словах Николая есть. Да. Он сказал, что они все обленились и вообще не умеют ничего делать, и в то же время сказал, что увольнять будут самых нормальных следователей. Так он боится, что самых нормальных увольт. Но их не 300 тысяч, там самых нормальных человек 7. В МВД нормальных человек 7. И Николай подозревает, что уволят самых нормальных и ещё 300 тысяч балбесов. Вот, чего он боится. Понимаете? Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Меня зовут? Да, Виталий. Кстати, с утра слушал вашу волну, звонил представителям ВД. Он высказал мнение, что на бумаге сократят, что сократят вакантные места. А сперва для этого надуют? Так нет, зачем? Они и так уже надуты. А, уже надуты, и можно просто срезать. А сколько на вакансиях можно сэкономить, в смысле? Да я не знаю, ну вот эти 20% легко. Ну, я не специалист, я слушал, что он сказал. По спортисточек сократят по спортисточек. Да, да, да. И, кстати, на повышение зарплаты за счёт этих 20%. Месяца два назад я такой парадокс слышал, что зарплата рядового ДПС в месяц 15 тысяч, а в день 20. Да, 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 это известный парадокс. Спасибо вам огромное. Спасибо. Всем удачи. Спасибо, с наступающим, с наступающим, Виталий. Отлично. Ещё звонки. Значит, 300 тысяч лучших из нас. Пусть они лопатрясы, но по сравнению с тем видом белковой материи, которую представляем мы, я думаю, это всё-таки лучшие из нас. Все 300 тысяч лучших из нас так или иначе вольются. Может быть, в виде вакансий, а может быть, живыми людьми и так далее. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, Сергей. Как вас звать, как вас звать? Меня зовут Олег. Да, Олег. Я по этой теме, конечно, мог бы вышлить, но я думаю, конечно, ничего не произойдёт особенного. Просто, ну, видимо, ничего не изменится. Ну, может, их хоть напугают? Ну, да, возможно. Я хотел немножко про другое рассказать, просто я боюсь, после 10 не буду слушать. Ну, что, что, что. Небольшую историю вот по поводу этих промилей. Значит, останавливают... Ну, давайте, да, тезисно. Останавливают меня, в общем, гаишник, это было вот Каширское шоссе. Да. На посту. Да. Идите подышите в автобус. Да. Я прихожу, там врач, дышу. Ага. Он говорит, так, когда пили последний раз? В апреле. Я говорю, в апреле. Да, 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 да. Ну, месяца два назад я вообще-то практически не пью. Да. А что, говорю, что-то показало? Да вы знаете, что-то показывает. А возможно, говорит, у вас, может быть, проблемы с желудком. Абсолютно. Я говорю, вы знаете, у меня, говорю, вообще гастрит. А, ну вот видите, говорит, гастрит у вас, вот показывает. Я думаю, ну, это же как вообще-то. Да, 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 да. То есть, значит, кто у кого гастрит, у кого... Кандидоз нижних отделов кишечника. Сахарный диабет, значит. То есть, вы так харкнули в эту трубку, что кандиду выплюнули. Представляете? Вот так. Спасибо большое. Сидак, человек так откашлялся в трубку, что из него кандида высыпалась. Представляете? На бирже-то будем звонить или шутить все время будем? Сколько можно, не понимаю. Давайте звонить на бирже. Поехали. Подъем. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. Спонсор выпуска – аудиторско-консалтинговая группа «Развитие бизнес-систем». РБС – государственный и бизнес-консалтинг от профессионалов высочайшего уровня. Телефон в Москве – 967-68-38. Ура! По объему торгов очень вяло. Вялый рост. Тем более сегодня у нас тоже ожидается нейтральное движение. Сегодня Америка отдыхает. А вот скажите, а настоящий труженик, стервятник-труженик должен выходить на охоту сейчас, когда все расслабились? Нет? Ну, очень сложно сказать, потому что никаких идей на рынке не осталось пока. Безидейность? Да, да. Омут, морфинизм и разврата, сопровождающий безидейность части молодежи. Да, вот, казалось бы, вчера нефть рванула вверх, действительно, за последние два дня очень хорошо показала подъем, а российский рынок как-то очень вяло реагирует на это. Ну, ничего, да, вы даже как-то, честно говоря, сегодня не дали бы. Ну, все равно говорить надо, это же обзор дарить, что будет. Нет, конечно, но, скорее всего, мы увидим нейтральное открытие, и также потихоньку все-таки будут, наверное, скорее преобладать продажи. Давайте продадим эти тухлые новости по-другому, давайте сказать, будет нейтральное открытие, сегодня одно из самых нейтральных в этом году. Да как-то так, с пафосом как-то, а? Одно из самых нейтральных открытий будут наблюдать сегодня инвесторы на рынках России, да? Ну, можно и так, конечно. Да, 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 да. Осторожно, поберегись, поберегись. Нейтральность идет, грядет. С наступающим вас. Вас тоже. Счастливо. Ага, Лев Быстров. Это был Лев Быстров, которому прискучило зарабатывать деньги. Спонсор выпуска – аудиторско-консалтинговая группа «Развитие бизнес-систем». Государственный и бизнес-консалтинг. Телефон в Москве – 967-68-38. 3w.rbsys.ru Подъем! Русская служба новостей. В движении. Спонсор программ ООО «Ресторанная коллекция». В преддверии новогодних праздников сеть ресторанов «Пекинская утка» предлагает доставку на дом и в офис. При заказе торт и бутылка шампанского в подарок. «Пекинская утка». Все лучшее из Азии. 755-84-01. Слушайте, а завтра же Москву перекрывают. Осторожно. В субботу 26 декабря и в воскресенье 27 декабря в центре столицы перекрывают движение. И это связано с репетицией. Будут ходить гнус, антигнус и все такое. Ни с какой не репетицией. Да, потому что подготовка к праздничным мероприятиям. И «Москорецкая логерия». Опрос мгарт. В движении 7-8-8-107-0. Где едете, что видите? Расскажите нам о движении в Москве. Пожалуйста, позвоните и расскажите о движении в Москве. Где едете, что видите? 7-8-8-107-0. Но прежде голосование быстро. Я верю в Деда Мороза. 6-6-0-0-6-9-1. Я не верю. Завтра приезжает Дед Мороз, спокойно. Я верю в Деда Мороза. 6-6-0-0-6-9-1. Я не верю в Деда Мороза. 6-6-0-0-6-9-2. В связи с тем, что он завтра переезжает, внимание, приехав, он не может отметиться никак, как в русской традиции, любое значительное лицо, приехав в Москву, должно перекрыть город, понимаете, да? Значит, завтра и в воскресенье перекрывается центр, перекрывается от Минской улицы все, что дальше есть, все, что есть, Кутузовский проспект, Новый Арбат, аж до Кремля будет курсировать взад-вперед Дед Мороз непрерывно, Новый Арбат, Маховая, Воздвиженка, все от Минской улицы будет блокировано, И на вашу голову приедет Дед Мороз, чтобы заставить вас, гадов, нигилистов, аболиционистов и чего хочешь, поверить в него, понимаете? И релятивистов, а? Половина из них оболиционистические релятивисты, я чувствую по духу этой станции, понимаете? У нас время, 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 пробки, пробки, пробки Спокойно, значит, вы верите в Деда Мороза в связи с тем, что он перекроет пол Москвы завтра и послезавтра? 6-6-0-6-9-1 Даже это не заставит вас верить, вы упорны в грехе, 6-6-0-6-9-2 Поехали, пробки, пробки, где едете, что видите? Один звонок примем, что, по-честному? Алло, здравствуйте, как вас зовут? У-у-у-у! Это был Дед Мороз, это свистит у него вокруг, он едет вокруг оленей, там, лечет у него, собаки его везут, может быть, какие-то... Алло, здравствуйте! Алло, здравствуйте, Александр! Да, Александр! Значит, в целом движение в городе хорошее, рабочее, я уже достаточно много поездил Ага Значит, что, какие небольшие засадки есть, это внутренние и внешние транспорты, третье транспортное кольцо Ага В районе, вот, 905-го года, вот эти вот края, беговая Ага, плохо здесь, да? Да, 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 а так, в целом, более-менее нормальное движение, видимо, корпоративы... С наступающим вас, ура! Да, да, сегодня корпоративы все нажрут и станут лютовать вечером Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, сегодня корпоративы, и, наверное, Александр тоже Ой, мамочка Значит, стоп, останавливаем, кто верит в Деда Мороза сказать, 75,9% 75,9% Юля, запишите, пожалуйста, потому что эта цифра потом упадет куда-то и растворится в вечность, она должна остаться 75,9% 24,1%, несмотря на перекрытие Улиц не верят в Деда Мороза, назло всем 958-спорт Деда Мороза, пастушок, поиграем Рай-патрук, Серёжа Северный Деда Мороза 10 часов 3 минуты, пятница, 25 декабря Здравствуй, великий город, здравствуйте все Это Русская служба новостей Юлия Селявина, ведущая этой программы Доброе утро, Сергей Таренко Юлия увлекательно рассказывала про... Вы рассказывали вам за репрессы? Я только упомянула одной строкой Расскажите, пожалуйста Друзья, я хотел всех предупредить, что завтра город перекроют, потому что там будут подготовка к нам приезжает Дед Мороз В центре города Да, да, да Органичное движение И он не лимита какая-нибудь вонючая, понимаете, он собирается центр перекрыть в знак своей власти Всем, всем лечь, стой, лечь, стой, я Дед Мороз Он завтра перекрывает город, это серьёзно, я говорю Там ещё куча сказочных героев будет с ним Скажешь, что, 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 что И добрых, и не очень Алё, нет, как там это? Снегурочка, вернись! Вот это, что ли? Внученька! Он будет ей говорить, таким голосом вздорной старухи Внученька! Так он будет с ней разговаривать? Не знаю, обычно у Деда Мороза такой, как у вас голос Такой низкий Да? Да, грудной такой Внученька! С 22... А, нет, подождите Ограниченное движение с 22 до 23 25 декабря, уже сегодня с 22 перекроют И с 7 утра до 10 утра 27 декабря, насколько я понимаю Подождите, 26 тоже 26 тоже перекроют Но не сказано во сколько Это будет сюрприз Это будет сюрприз Сюрприз! Вы будете... Когда? Завтра? А, на сайте Московской мэрии обнаружился Дед Мороз, который в коротком кафтанчике красном С плюшевыми... Да, 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 Тедди Бир А, значит, с медвежатами Тедди Которые не как Санта-Клаус, а Санта-Клаус Ввиду этой непатриотичной выходки Мы объявляем наш репримонт Такой официальный репримонт Московской мэрии Все, но они исправятся Расскажите нам, что они затеяли Да, завтра Завтра, в общем, из Великого Усюга приезжает Дед Мороз, самый настоящий Кондовый, наш, наш, рыгающий кислой капустой непрерывно И водкой В длинном, главное, в длинной шубе, что отличает его от Санта-Клауса Так вот, он приедет, с ним тоже будут какие-то сказочные герои И он приедет на каком-то транспорте, видимо, на машине и все прочее, потому что... Машину немедленно украдут, как вошел в Москве Да, отрицательные персонажи, это большой гнус, интрига Это не шутка, я сейчас боюсь, я боюсь, что некоторые люди воспринимают, что мы шутим Да, отрицательные персонажи, большой... Так, приезд волшебника, попытаются сорвать несколько отрицательных персонажей Некто большой гнус, интрига и многочисленные бациллы И не смогут с ними справиться... Интрига женщина, естественно, или какой-нибудь гомик, ну не важно Возможно, не знаю, среднего полная Московская милиция не в силах будет справиться со сказочными персонажами За дело возьмутся мэр Москвы Юрий Лужков, губернатор Володойской области Инперсон, а он явится сам, понимаете? Именно они будут обеспечивать безопасность средства перед взрывами Деда Мороза Завтра старика заставят репетировать непрерывно Завтра старика заставят репетировать Что значит репетировать? Это уже все будет... Завтра действие или завтра репетиция? Нет, завтра елка кремлевская, все, все, все Что это они вдруг? Католики, что ли? Что это они обрадовались так рады? Ну, а у нас православных кто? Пост, тост, а у них тост Это как-то не... Ну, хорошо, не важно Ага, поехали И значит, подождите Большой гнус украдет у Деда... Сейчас еще раз я перескажу вам канву завтрашнего сюжета Значит, большой гнус украдет у Деда Мороза машину Московская милиция не сможет справиться со злоумышленником И герой, предстанет герой, который в силах побороть Несмотря на импотенцию московской милиции Этот герой будет большой антигнус, насколько я понимаю Да, ну, получается, что... Ну, кто борется с гнусом, тот антигнус? Да Значит, большой антигнус Юрий Михайлович Лужков Явится для того, чтобы обороть большого гнуса И он украдет машину у большого антигнуса? Или что это сделать? Ну, они остановят и как-то обезвредят, наверное, с губернатором... Ладрон, керрома ладрон Тьемец, я нанюз де пердон, говорится, испанская народная мудрость Вор, укравший у вора, получает сто лет прощения Значит, Юрий Михайлович украдет у антигнуса? То есть, будучи антигнусом, украдет у гнуса? Да Он украдет машину или нет, я спрашиваю? Или он предотвратит похищение? Уже похитили А, ну, что-то, да Дед Мороз горемыко прется от самой поклонки до Кремля На своих двоих, опираясь на Бациллу и Снегурочку И, значит, Снегурочка же будет все равно, несмотря что Бацилла здесь И в этот момент, внимание, у него крадут машину А машина у него такая, как папа-мобиль должна быть Огромная какая-нибудь вся И он стоя должен ехать И прямо из-под него гнус крадет машину А антигнус, большой антигнус Крадет у гнуса И отдает кому? Деду Морозу, естественно, а кому еще? А зачем? А я бы... Он простак Потому что Юрий Михайлович абсолютно простак Почему он отдает назад? Надо уже, ты украл, так вот возьми себе Боже мой, оно пригодится в хозяйстве Не так сейчас, так потом Мало ли весной пригодится А? Я бы себе оставил И в этом чистота помыслов, Юрий Михайлович, в отличие от меня, злокозненного Поймите, я бы уже попер бы, так я бы себе оставил Я бы загнал где-то его в гараж Юрий Михайлович украдет Или наоборот, как он сделает? Ну, одним же образом, он похитит у антигнуса Угнуса, будучи антигнусом, машину И вернет Деду Морозу Дед Мороз триумфально Триумфально направится в Кремль Для того, чтобы одарить тамошних обездателей Тедди Бир Медвежатами Тедди Так, что ли? Ну, что-то завтра затевается Мамочка, не горюй Что-то завтра затевается Дико духоподъемный, товарищи Я внутренне, прозревая, трепещу Весь вибрирую Весь вибрирую Во мне какие-то надлежащие чувства Уже воспитанные прежде И отчасти уже протухшие Вновь вздымаются Вздымаются в грудной клетке От поджелудочной железы Устремляясь вверх к тимусу Велочковой железе Десять-десять, я вернусь через минуту Подъем Пока мы тут с вами уходим Вот в это вот Погружаемся Обыскал в трансцендентность праздника Из которой мы намерены выпрыгнуть Где-нибудь к 9 мая уже или после На самом деле в Долгопрудном Чего это горит? Причем как-то горит Тысячеметрово Оно горит тысячеметрово Говорит нам наш слушатель Павел Из Москвы Оказавшийся в Долгопрудном проезде Сейчас мы его спросим Алло Павел, здравствуйте Сергей, здравствуйте Расскажите нам про Долгопрудный, пожалуйста Ох, въезжал в город И тут, видать, складские помещения Горят Да, горит Там пожарная уже, милиция Как бы вот там чуть-чуть оцепили Как бы не пускают Да И там вот много складов И вот один, наверное, из них дымит А почему вы говорите склад тысячи квадратных метров? Ну, на такое вот количество У меня предположение сдалека прям очень такое объемное А, это оценка Вот то, что вы говорите, это оценка То есть вы видите огромный столб дыма, да? Да, огромный, огромный еще Просто он, грубо говоря, накрывает Долгопрудный своим черным дымом А пламени не видно И также пожарный Просто дымит, да Огромная очень площадь дымит Прям, ну, черная, причерная Спасибо большое, Павел Спасибо, что бросили нам смс-ку Спасибо Павел написал нам вот одну-две минуты назад Что в Долгопрудном горит склад И столб дыма похож на извержение вулкана Скорые пожарные уже работают 7, 8... А, да На лентах этого, кстати, нет Но РСН уже звонит в соответствующее ведомство Да, мы уже звоним Мы уже звоним Мы пытаемся узнать На лентах пока ничего нет Но Павел сообщил нам, что извержение Похоже на извержение вулкана Столб дыма над складами в Долгопрудном Может быть, кто-то видит это поближе Позвоните 7, 8, 8, 107, 0 7, 8, 8, 107, 0 Алло, здравствуйте, как вас зовут? Да Добрый день, Сергей Вы видите это? Я сейчас нахожусь на восьмом этаже Телецентра Останкино Да И замечательно вижу Это огромный столб этого черного дыма Подтверждается, значит, видите? Огромный столб, который сносит в сторону Москвы Видимо, в сторону Хима, где-то вот так Спасибо большое Спасибо за подтверждение Сотрудник находится сейчас на восьмом этаже Телецентра Останкино Если это восьмой этаж, то, стало быть, это СК-1 Из-за СК-1 видно хорошо огромный столб дыма 7, 8, 8, 107, 0 Кто видит этот столб дыма? Кто близко? Кто может быть совсем рядом? Позвоните нам 7, 8, 8, 107, 0 Алло, здравствуйте, как вас зовут? Юрий Юрий, да, вы видите, да? Склад одноразовой посуды, говорит, уже передавали по радио Да, 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 да Значит, послушайте Ну, вы видите или нет? Дело не в посуде Кстати говоря, посуда должна быть вот такая горючая Вы кидаете после шашелков тарелки в костер? Это же пластик, его там очень много Да, значит, горит пластик, но вы видите этот дым? Нет Нет, спасибо Значит, еще, 7, 8, 8, 107, 0 Кто видит этот дым, кто видит этот пожар, оцените, пожалуйста Масштабы в прошлый раз, когда горела Матищинская ярмарка Нам звонил человек прямо изнутри, оттуда Он водитель одной из газелек, который въехал внутрь и описывал нам, как гасит пожар Алло, здравствуйте Я по поводу пожара Да, да Как раз в Долгопрудном Вот я по Долгопрудному с Кушевской еду Ага Горит очень хорошо А вы видите пламя или только вот эти вулканы? Дым пламени не видно, но дым поднимается примерно метров на 300 Ммм И потом куда заворачивать? На Москву? Идет в параллельном каду в сторону Останкина В сторону Останкина, ясно, спасибо Спасибо, кто еще? Свидетели? 7, 8, 8, 107, 0 Горит Долгопрудный, горит в Долгопрудном склад одноразовой посуды Видимо, горит пластик 7, 8, 8, 107, 0 Вы кидаете тарелочки из-под шашлыка в костер, Юлия? Нет Нет, я тоже нет Алло, здравствуйте Но кто-то кидает Кто-то, кто-то кидает настолько, что все горит теперь 7, 8, 8, 107, 0 7, 8, 8, 107, 0 Алло, здравствуйте Как вас зовут? Юрий Да, Юрий, вы видите этот пожар? Да, я только что проезжал мимо Долгопрудного Видел гигантский столб дыма Который превращается практически в облако И он идет параллельно МКАДу на восток Туда, в сторону Останкина, в сторону Алтуфьевки Туда сточится все это, да? Вы видите скорую помощь? Что-нибудь такое, чтобы показывало, что люди вокруг тоже есть? Нет Сам КАД это видно достаточно далеко Но масштаб очень большой Действительно, как вулкан Спасибо, Юрий, спасибо Хорошего дня вам еще 7, 8, 8, 107, 0 Я очень надеюсь, что позвонит кто-то почти изнутри Или где-нибудь изнутри 7, 8, 8, 107, 0 Я имею в виду, человек совсем близко Алло, здравствуйте Здравствуйте, Сергей Здравствуйте Я не совсем близко Я в схемах И увидел этот стол Там, но И думал, что вот победу Ближе к кольцевой И развяжу, что это Но это действительно очень впечатляющее зрелище Хорошо бы даже, вот если бы кто заснял Показали Ну, у всех же есть мобильники У всех есть мобильники Сейчас наверняка люди нащелкают Нащелкают, будем надеяться Да, в инете выложат Спасибо Я надеюсь, что кто-то совсем изнутри нам позвонит 7, 8, 8, 107, 0 7, 8, 8, 107, 0 Долгопрудный Очень знатно горит Огромный Похожий на вулкан Столб дыма Да, здравствуйте Как вас зовут? Сергей, здравствуйте Это Владимир Да, Владимир Я с Медведкова вот еду И действительно обратил внимание на этот столб После того, как прослушал ваше сообщение Это уникальное зрелище Это там рядом трубу видно Которая просто теплоэлектростанция дает Да, да А этот столб дыма вертикально вверх идущий Да Причем, вы представляете, с Медведкова видно Он вертикально вверх Как у извержения вулкана И потом он далеко уже сверху расходится Ну, то есть это что-то бесподобное И очень толстый Скажите, а по сравнению с вот этой трубой Вы как раз хотели... По сравнению с этой трубой Он, наверное, в 10 раз толще вот этой трубы Которая вот... Большой трубы от теплоэлектроцентральной Да, да, да Большая труба, видно тоже И очень хорошо с горочки видно Вот с Медведкова, отсюда с горочки И очень видно потрясающее зрелище Просто уникально Потому что очень хороший обзор Ясно, спасибо, спасибо Пока нам звонят люди, которые видят все это Из МКАДа, из ХИМОК И из вот таких мест Но, может быть, кто-то видит совсем изнутри Семь, восемь, восемь, сто семь и ноль Кто-то рядом Алло, здравствуйте Добрый день Это Александр зовут Да, Александр Я, к сожалению, не рядом Просто я в Долгопрудном живу И в семь часов выезжал из дома Запах гари уже был Был запах гари в семь утра Вот, спасибо Да, еще скажите Но вы не видели вот этого столба И вот этого всего чудовищного Нет, еще ничего не было Просто и запах гари не как посуда был А как вот бумага горит Вот что-то такое было Ну, там вдоволь, наверное, всего Скажите, вы помните, когда мы тищи горели Один из людей, который присутствовал При подобных возгораниях Сказал нам, что самое страшное Это прежде всего звонят там хозяину А хозяин обычно запрещает звать пожарных Потому что, ну, надеются своими силами Потому что, в частности, боятся, что пожарные все украдут Или там потом штрафовать начнут Или что-то ужасное Ну, смешно Одноразовую посуду Понимаю Нет, 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 нет Что значит одноразовую? А в кабинете Противопождая, какая безопасность Не была соблюдена и так далее А в кабинете у Пафнути-Пафнути Сейф стоит Вы говорите, одноразовую посуду В кабинете-то они закрыты А отдельно от складов А там же при складе есть маленькая комора Где сидит Пафнути-Пафнути А в нем склад стоит Сейф стоит А в сейфе лежит сокровенное Да я не думаю Нет, да нет Скорее всего боятся просто разбирательства Может, там лежит 38 долларов Он не намерен отдавать их пожарным Боятся разбирательства Боятся просто, что не соблюдали пожарной безопасности Совсем изнутри вдруг кто-нибудь позвонит 788-107-0 Горит Долгопрудный И как-то очень знатно Алло, здравствуйте Добрый день Да, как вас зовут? Михаил Только что выехал из Долгопрудного По Долгопруденскому Шестую сторону Дмитровского Расскажите Кауб дыма действительно большой В сторону мытища его тянет Навстречу попалась одна пожарная машина Откуда-то, видимо, из Москвы Скажите, но вы не видели там сосредоточие То есть вы вот непосредственно рядом с этими складами А что это за склады? Опишите нам, пожалуйста, эту территорию Могли ли там быть люди? Могло ли быть там много людей? Что это за территория? Это брошенное что-то? Это что? Это промзона Я не думаю, что там может быть много людей Поскольку там нет, наверное, офисных каких-то зданий и так далее Да Ну это действительно склады По крайней мере, то место, откуда поднимается дым Это похоже на склады Либо это еще может быть производственное предприятие Долгопруденский завод Я, честно, не помню, как он называется То есть вы полагаете, что, скорее всего, скопление людей там не должно быть? Нет? Скопление людей, я полагаю, там быть не должно Там может быть охрана, сторож какой-нибудь, что-нибудь такое Я думаю, там могли быть машины, приехавшие за товаром и тому подобные вещи Но это не похоже совершенно точно на мытищинскую ярмарку по количеству народа, которые там бывают Я понял, спасибо вам большое, хорошего дня, спасибо за свидетельство Так вот, нам звонят Ну слушайте, ну вдруг на удачу Я еще возьму телефонный звонок, ладно? Вдруг на удачу совсем изнутри 7-8-8-107-0 Алло, здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут, здрасте? Меня зовут Саид У меня такое ощущение, что горит антигнулся за кровать Да нет, ну Саид, мы же не шутить Вам хочется блеснуть, а мне хочется узнать новость Алло, здравствуйте Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Максим Да, Максим Я звонил вам из восточного округа, услышал вас, высунулся в окошко и вижу огромный-огромный столб, очень красиво Ясно Ну, сфотографируйте Спасибо Хоть какой-то хлеб с этого дела Очень, очень хорошо было слышно, как воронок Воронок аркала рядом, да-да-да-да Хорошо 10 часов, 22 минуты, обзор печати Подъем Сергеем Даренко На РСН Обзор печати 10.24, обзор печати с Юлией Селявиной Юль, знаете, чего я хотел сказать, что мы звоним сейчас, наша новостная служба звонит в МЧС И главный сюрприз, главный сюрприз этих звонков заключается в том, что это мы сообщаем МЧС о пожаре То есть МЧС, МЧС, настолько взволнованные, нежные и абсолютно ранимые люди, что они до какой-то степени были тронуты и, честно говоря, ошеломлены этой новостью РСН позвонила, правда, сейчас наша звонит в МЧС, говорит, слушайте, а что там долгопрудным говорят, они говорят, что, 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 что И мы начинаем им рассказывать, столб дымоподобный, вулканы поднимаются Это уже, кстати, не смешно, потому что в прошлую пятницу мы звонили Багмету, и он сказал, что я уволен? Я в первый раз об этом слышу, правда так было? В прошлую пятницу мы позвонили Багмету, говорит, слушайте, вас только что уволили, он говорит, да вы что, правда, что? То есть это вообще улет как-то Сейчас МЧС, я думаю, сейчас МЧС до какой-то степени проинформирует себя, потом они проинформируют, наверное, Шойгу, мне кажется, в конце уже, в конце, чтобы не ранить зря Потом они проинформируют старика Батурина, чтобы тоже не ранить зря старика, вот, потом и так далее А нет бы слушать РСН просто с самого начала, ну ладно Слушайте, еще срочная новость, взрыв прогремел в лифте одного из домов в Ульяновске, есть пострадавших, жертв, нет, подробности будут в новостях, я думаю Итак, что сегодня пишет пресса? Главное, это, конечно, итоги с Дмитрием Медведевым, вчера президент дал интервью трем Извините, скажу, если вы, внимание, очень важно, если вы находитесь там внутри, рядом с зоной пожара, рядом с зоной пожара, пожалуйста, пошлите нам смс, любую, просто я в зоне пожара 7-925-101-107-0, 101-107-0, 101-107-0, по 925-му коду, договорились? Погнали Итак, Медведев сегодня на первых полосах всех газет, также сегодня пишет об Афганистане 30 лет назад, советские войска вошли в эту страну, боярского день рождения, юбилей 60 лет Читайте об этом в российской прессе Что касается отдельных статей, надо обратить внимание на газету «Известия», там сообщается о том, что рекламный ролик запущен в Грузии, который должен привлечь грузин к службе в армии Так вот, там используется цитата из Гитлера Итак, что там сказано? Мы раз и навсегда должны понять, что никогда не вернем потерянные территории, ни молитвами, которые превратились в формальность, ни надеждами в Лигу наций, только силы оружия 32-й год, Адольф Гитлер Вот, об этом пишет сегодня «Известия», читайте в издании Московский комсомолец сегодня пишет о том, что в Страсбурге Денис Васильев победил и выиграл 153 тысячи евро Это тот человек, который пострадал от халатности милиционеров Они подумали, что он напился, а его избили с другом, и милиционеры просто его там выбросили на помойку, в итоге он сейчас инвалид Также, читайте в Комсомольской правде всю правду о модельном бизнесе Первая полоса у директора агентства модельного украли базу данных с девушками Фотографии в полуобнаженном виде, телефоны и так далее, и так далее Вот она высказывает свои догадки о том, кто мог это сделать, конкурирующие ли фирмы, или люди, которые занимаются поставкой девушек для богатых людей В общем, или это случайность, но так не считает сама вот эта женщина-жена олигарха, которая владеет агентством модельным Читайте об этом в КП Также сегодня Коммерсант подводит итоги, экономические итоги года Первая полоса, читайте о Кадырове, пишет Коммерсант Скандал вызвали высказывание Рамзана Кадырова о Украине и Грузии Он говорит о том, что Россия должна покончить с болезнями вроде Украины и Грузии, начать атаковать И уже опровергают каким-то образом слова Рамзана Кадырова и его представители Они говорят Коммерсанту, что дух высказывания чеченского президента был искажен А сам господин Кадыров не выражал официальную точку зрения Москвы Читайте об этом в Коммерсанте Российская газета сегодня публикует статью о лже-военных Главная военная прокуратура выявила офицеров с воршивыми погонами О том, каким образом добываются и почему, зачем это делают военные И фамилии, даже примеры какие-то приводятся Российская газета, читайте сегодня Первая полоса Также сегодня газета Твой день пишет об убийстве священника Продолжают следить за этим, за расследованием И предполагается, по крайней мере не исключается версия, что могло быть это все испланировано Каким образом оказались люди с пистолетами в этом подъезде Что они там делали, непонятно Хотя и тут же высказывает догадку журналисты и следствия Что они же приходили туда разбираться со знакомым своей какой-то подруги И хотели, видимо, его припугнуть И поэтому они стучали в дверь Поэтому, может быть, и не спланировано, может быть, это было случайно В общем, не оставляют эту тему журналисты Новые Звестия сегодня опубликуют такую аналитическую статью О том, как россияне справляют Новый год вдали от дома Что они делают Что же за анализ такой? Да, ну, просто каким образом Да пьют, что они делают Спасибо! Молодец! Это я предполагаю Как справляют россияне Новый год вдали от дома? В Египте оливье, оливье так Да пьют что-нибудь Ничего подобного Было бы как-то приятнее Все-таки Нет, он Я на Барбадосе занимаюсь серфингом В этом так много вызова В этом так много Это грязно Заниматься на Барбадосе серфингом Вот пить на Барбадосе Барбадосский ром 10 часов 30 минут Русская служба новостей Новости Подъем Подъем с Сергеем Даренко На русской службе новостей Прежде чем мы вернемся к теме МВД И да, я еще раз напоминаю В Долгопрудном горит как-то Совсем фундаментально, красочно И ужасно И нам нужен, конечно, свидетель Совсем изнутри 7-8-8-7-0 Все видят этот столб дыма Титанический, какой-то циклопический Может быть, работы Под стать работе Црителя Знаете, такой столб дыма А, вы Веб-камера Веб-камера Алло, здравствуйте, как вас зовут? Вот он Алло, здравствуйте, меня зовут Андрей Да, Андрей У меня версия такая Я этот столб дыма и снимок видел в 9 часов В общем, это горит складно На батуренной разовой посуде Поэтому мы ничего не слышим А, то есть, может быть, они не совсем заинтересованы в том, чтобы Может быть, это связано с каким-нибудь IPO Ну, здесь веб-камеры показывают Этот чудовищный И фундаментальный Под стать работам Црителя Циклопический Столб дыма И мы хотели бы узнать От человека совсем изнутри Что там, как его гасят, может быть А может, наоборот, там кто-то Совершает шаманские танцы С бубнами И поливает туда солярку Прямо в столб дыма Чтобы дымилось посильнее Что-что-что говорите? Горит склад с пластиковой посудой Привлечено 15 цистерн Семь в работе Я ничего не понимаю Пострадавших Это при службе МЧС Да Привлечено 15 цистерн Склад с пластиковой посудой Нет, нет, подождите Привлечено 15 цистерн Никто не понимает с чем Я же сказал, что с соляркой Мне кажется Горит склад с пластиковой посудой Привлечено 15 цистерн Семь в работе Пострадавших нет 15 цистерн Я думаю, что Одна из версий Поскольку они тушат уже час за часом Одна из версий Что это цистерны с соляркой И там кто-то С бубном выплясывая Вокруг этого А может быть это какой-то ритуал Понимаете? Солнцеворот 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 Грядет Я прошел Нет, а сейчас как раз празднуется Все равно пока солнцеворот Конечно Может быть кто-то И 15 цистерн Возможно с соляркой И естественно Тогда почему горит И тогда не надо удивляться Вообще ничему, товарищи Я прошу вас Хорошо Столб дыма Я нахожусь на Можайском шоссе В районе МКАД Вижу это Вид из Гальянова Роскошный Столб дыма Передайте пожалуйста Польскому Он забыл Дома мобилу Говорит Лена Пишу изнутри Я одноразовый стаканчик Спасите нас Я в лоб Мне очень красиво Горит совсем красиво Так Участковые Давно людям не помогают А нет Это уже про другое Это смски на наш номер Плюс 7 925 101 107 0 101 107 0 Слушайте Мы должны вернуться к Прежде чем мы вернемся к МВД К Медведеву Да Но мы прежде должны сказать Несколько вещей Очень важных Которые как бы Не забыть бы Значит Вы знаете конечно Из новостей Что избили Бернарда Мэйдов Который А еще Папу Римского Папу Римского Папу Римского Налетела мама На него налетела Какая-то тетечка Она кстати говорит Теперь что хотела Обнять просто его Она хотела его обнять Но она хотела обнять Как-то неловко Таким образом Что опрокинула его Об землю Билла Бедного Папу Римского Понимаете Вот вам и пожалуйста Вот вам и пожалуйста Что творится На территории Апенин Только что съездили По морде Нашему другу Берлусконе Который Отчаянный друг России Как известно И тут же Валят папу Мгновенную Понимаете Это о чем говорит Это говорит О разнузленности Они там Карбонарии всех Сплошь Как мне кажется Хорошо Смотрите дальше Значит Бернарда Мэйдову Накостыляли Сломали ребро Там в тюрьме В тюрьме В тюрьме Я думаю Не без потворства Администрации Ясеневский милиционер Новый разворот дела Вы помните Ясеневского милиционера 23-летнего Мастера спорта По рукопашному делу И сотрудника Столичной автоинспекции Перед этим Он только что уволился Но тем не менее Выучку прошел Он в ГАИ Он избивал Одну женщину А вступилась вторая Так он накостылял И той Потом сын Второй прибежал Он ему сломал нос Одной сломал ногу Ну как-то он Хорошо избил Сейчас он подал заявление Пишет комсомольская правда Что женщины на него напали Озверевшие Господи Нельзя ругаться Я хотел сказать Озверевшие сучки Ну в хорошем смысле Я хотел сказать Просто избили мента Понимаете Они набросились на него И погрызли его Вот так А ему 23 года И он не мог Оказать сопротивление Потому что он Стоял и ждал Когда его изобьют Они его избили А ей нога сломана У этой Женщины постарше Видимо Мента Она лупила своей ногой Так Что сломала ногу Вот так-то Садистка Господи Как его жалко Ну вот Сейчас он подал заявление В милицию Что они его избили Наоборот Очень смешно Правда Да Кадыров Который заявил Что он собирается Наступать на Грузию Наступать на Грузию Украину Ложно понят Между прочим И мне очень жаль И мне очень жаль Он Он Ложно понят Я тут Я тут сейчас У меня две Распечатаны На самом деле Две статьи И я пытаюсь найти Ту где Вот газета Газета Очень точно Приводит Очень точно Приводит Цитату Из Рейтер И Смотрите Что сказал Кадыров И как его Переврали В общем Честно говоря Мне жаль Что его переврали Но вот смотрите Что он говорит Кавычки открываются Правительству России Следует Выработать Стратегию Настало Время Атаковать Вот Внимай Продумайте Над этой фразой У нее Ее понимать Можно по разному Конечно Можно встревожен Можно по разному Я прочту ее целиком Правительству России Следует Выработать Стратегию Настало Время Атаковать Грузия Южная Осетия Украина Все Это все Продолжается Без конца Это государственная проблема Россия Почему мы должны Все время страдать Если можем прекратить это Нам хватит Для этого сил У нас есть Все необходимое Армия Технология Мы должны Перейти в наступление Это фраза Которая Может быть Понята Может быть Понята Как призыв Атаковать Грузию Южную Осетию И Украину Ребят Ну он говорит Еще раз прочту Просто И все сказали Что он призывает К войне С Украиной И Грузией Значит Я просто пытаюсь Вам сказать Что эта фраза Может быть Понята Разно Разно Вот что говорит Кадыров Правительству России Следует Выработать Стратегию Настало время Атаковать Грузия Южная Осетия Украина Это все Продолжается Без конца Это государственная Проблема России Почему мы должны Все время страдать Если можем Прекратить это Нам хватит Для этого сил У нас есть Все необходимое Армия Технология Мы должны Перейти в наступление Вот и все Если в наступлении На Грузию И Южную Осетию И Украину То почему На Южную Осетию И так далее То есть Поймите Это фраза Которую он Теперь говорит Что ее просто Ложно истолковали Ну вот и все Больше ничего И там В Украине На Украине Истерика Некоторые люди Испытали счастье Эпилептического припадка Вдохновение Эпилептического припадка Но Честно говоря Эта фраза Она такая Воинственная Но ее можно Толковать Действительно Очень по-разному Да И наконец И наконец Что у вас горит Понимаете Сейчас мне прислали Наш слушатель Ссылку На сайт Долгопрудненский Вот Какой-то форум Да тут Долгопоорг Да Долгопоорг И Горитова щебаза Они пишут В промышленном проезде Полыхает один из ангаров С фотографией здесь Ну то есть А еще что-нибудь горит Но МЧС-то нам Дает все-таки Склад Пластиковой посудой Да А они тоже Большой какой-то пожар Большой столб Вот фотографии Говорят что это один из ангаров А кому доверен Пластмассовый промысел В Москве Все считают что Батуриной Может быть это ошибочно Может быть мы Полагаем что Батуриной Доверено извлечение Пластмассы из Москвы Если Москву Хорошенечко потрясть Потрясти Мне кажется что Из нее Сочится пластмасса Вот я Вижу это Явственно закрыв глаза Я прозреваю Кто добывает Пластмассу Из города Москвы Не только же Батурина Кто-нибудь нам Даст справку Я вернусь к этому Через минуту Почему же сразу Все на Батурину Накинулись А вдруг Это империалистическая Какая-нибудь НАТОвская Одноразовая посуда Вернемся Через минуту Подъем 10 часов 44 минуты Мы продолжаем Кстати говоря Столб дыма Не дает всем покоя Продолжает же гореть Продолжает гореть Невероятно нарядненько Наверное так еще Так и не появилось Вообще На лентах вообще ничего МЧС знает В курсе МЧС мы сообщили Они сказали Что отправили туда 15 цистерн Страшная догадка Полосанула меня От одного уха До другого Что цистерны Были с соляркой 15 цистерн Отправило туда МЧС Как сообщает нам И 7 из них В работе Я думаю солярку берегут Чтобы праздник Продолжался долго Будто бы Очень красивый Столб дыма Так вот Я просто Почему-то вдруг Наши слушатели Ополчились на Елену Батурину В том смысле Что они думают Что у них Ассоциации Устойчивая ассоциация Одноразовая посуда С Еленой Батуриной При виде Сколько-нибудь Пластмассовой тарелочки Они почему-то Вспоминают Это милое Улыбчивое лицо И я Намерен защитить Как вы знаете Дом Батурина Я верный страж И рыцарь Дома Батурина Я хотел бы спросить Кто-то из экспертов Скажите нам Ведь не только Батурины Извлекают Пластмассу Из Москвы Добыча пластмассы Организована Не только Батуринами Насколько я понимаю Ведь есть еще Другие производители 7, 8, 8 А складовщики Могут складировать Злобно произведенную Пластмассу Какую-то Диверсионную Я бы сказал Диверсионно Негодяйскую Пластмассу Какую-нибудь Очевидно Произведенную В натовских странах Каких-нибудь На зло Русским Специально Может быть такое 7, 8, 8 Существует 7 и 0 Скажите мне Поясните Кто знает Кто занят Добычей пластмассы В ГМоскве Кто-то А? Добычей пластмассы В ГМоскве Кто занят Кроме Дома Батуринах Потому что Мне кажется Что зря клевещут Алло Здравствуйте Как вас зовут? Здравствуйте Зовут Павел Да Павел Поясните Пожалуйста Вы знаете Это В общем-то На Мегбатурин Не относится Там есть Великолепная Фирма Которая Продавала Посуду Она называется Мистерия В общем-то Это нормальная Фирма была Совершенно Даже не относящаяся К Батурин Видите? Спасибо И она как раз Долгопруднивской Она занята Добычей пластмассы В Долгопрудном А? Пропал Там работа Кипит Там работа Кипит Я думаю Как раз Они пластмасса Да Пластмасса Они как раз Пластмасса Была реклама что ли? Нет Конечно Как-то мистерия какая-то Я думаю Ну что-то такое Есть Нет Товарищи Просто поясните нам Ситуацию Я абсолютно убежден Что Клеветники И Конечно Всевозможные Завистники Сейчас обрушатся На дом На дом Батуриных С тем Чтобы Заявить Что это они Палят свою посуду Алло Здравствуйте Добрый день Александр Александр Сергей Во-первых Хотел сказать 96% Производства Пластмассовых изделий В Москве Принвежит Действительно ей Е Но кроме этого Она еще монополист По поставке Зерна Пшеницы В Москву Она же монополист Не только в этом Но еще участвует В комиссии Колористической То есть Через нее же Идет все решения Колористики Всех фасадов города И краску Зловещая Зловещая Абсолютно Догадка Что она палит Там и пшеницу Отметает со мной С порога Просто Представляете Она замешала там Краску Пластмассу И пшеницу И все это подожгла Ухмыляясь Вот так Нет Это фантастично А? А зачем Я еще На самом деле Это не фантастично Просто Дело в том Что когда мы Начинаем чувствовать Что вкус хлеба У нас в магазинах Продающийся Попахивает Знаете Как это Плесенью Небольшой Буквально через день Чуть-чуть Чуть-чуть Необходимо Плесень Это же пенициллин Это же антибиотик На скорую Нарочную К сожалению Это немножко Другая плесень И когда задаешь вопросы Тем же самым Производителям Хлеба Они говорят Вы понимаете Мы вынуждены Передерживать хлеб Потому что надо Объем сохранить Тот же Цены подрастают Монополист Она нам просто Не позволяет дышать Поднимает цены Их семья И на аренду Дома Батулинах Ну естественно С одной стороны Он поднимается На аренду помещений А она поднимается На зерно И поэтому Они говорят А чтобы объем Сохранить Тот же самый Мы вынуждены Передерживать хлеб А если хлеб Передержан Он начинает кислеть И поэтому он Сухнет Вот и все Слушайте Александр Я единственным рыцарем Дома Батулинах Скоро останусь Единственным рыцарем Дома Батулинах Потому что Так вы Разагитируете Мне всех рыцарей Мы все были За домом Батулинах Но чувствую Я к концу передачи Рыцарем И я готов С копьем Может быть Наперевес И защищать Что? Какой Александр Информированный Я просто Он информированный На что вы хотите Слушатели РСН Слушатели РСН Таковы Он все В свободное время Изучает Конечно Конечно Мы тут все время Языками болтаем Они там изучают Потом Естественно Являют нам Свое авторитетное мнение 7-8-8-107-0 Нет Конечно это не она Конечно это не она Хотя Александр Каким-то образом Поколебал даже меня Я хочу Теперь утвердиться В своей любви К домам Батулинах Пожалуйста Потому что Александр поколебал Даже меня Верного пса Дома Батулинах Алло здравствуйте Добрый день Как вас зовут Я зовут Оксана Я хотела по поводу Пожара Скажите нам пожалуйста Уточнить Горят склады Действительно овощные Не полистирол Секунду Дайте бумажку Оксана Секунду Не шевелитесь Ладно секундочку Сейчас Горит склад С пластиковой посудой Сообщает МЧС Привлечено 15 цистерн 7 в работе Пострадавших нет Я звонила сейчас Своей родственнице Которая работает На этом складе В этой компании Производящая Ой Оксана Дайте нам Скиньте нам телефон Вот И Она сейчас В декретном отпуске Находится Она звонила Своим коллегам Говорит Мы не горим У них не горит А ну раз она В декретном отпуске То мы не будем Ее тревожить Не дай бог Вспомнит она Про дом Батулинах И что-нибудь не так Да спасибо большое Нет конечно Мы не будем Не будем Человека заколдобит Может Нет Она говорит Что не горит Их склад А МЧС При этом поливает Склад 15 цистернами Слушайте Абсурд нарастает МЧС 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 Из чувства Благонадежности Какой-то На всякий случай Поливает Дом Батуриных Можете Представить То есть Это же Это же какая-то Какафония Уже Счастье Понимаете Счастье Переходит в Оргию Оргоистическая сцена Горит Овощепродукты Овощепродукты То есть Тот дым Который мы наблюдаем Который шарашит В стратосферу Куда-то Куда-то Совсем Уже В непознанную Может быть Окутывает Марс Понимаете Этот дым Оказывается Издает овощ Это помидор Так горит Помидор Известный Своими Горючими Свойствами Вздымается В стратосферу Горячий Помидор Понимаете Горячий огурец Какой-то Подобно Символу Шивоистическому Лингаму Это все Это все Огурец горит А рядом Находится Склад пожара Склад Этой Как его называется Чего там Пластиковой посуды Которую МЧС Тщательно поливает Но он не горит Никогда не горел Не будет гореть Понятно, да? Там 15 цистерн Гасят Посуду Которая не горит А Вздымается Горящий огурец А? Что я говорил? Я так и знал Товарищи И потом подожгли Все англичане Мне кажется В конце должно выясниться Нет Все-таки я Не буду до конца счастлив Если это не англичане Подошли Англичанка гадит Мне кажется Все-таки Англичанка гадит Алло, здравствуйте Как вас зовут? Здравствуйте Николай Да, Николай Значит, я вот Побуду Оруженосцем Единственного рыцаря Давайте защищать Дом Батурина Да, значит Кроме Батурина Еще есть Крупный корпорат Кухтамаки Вот Смешное название Которое находится В Ивантеевке И это мировая финская корпорация Которая производит Одноразовую посуду А они нарочно Долгопрудный Завезли все И чтобы Для камуфляжа И подожгли Есть, конечно Масса мелких фирм Но два основных конкурента Это вот эта корпорация И Батурина Понятно То есть в Долгопрудном Их нет Это их Кухтамаки Но они Они в Ивантеевке Но они могли Нарочно завести Под видом Батуриной Да? Ну это уже Вне моей компетенции Ясно А может так Горящий огурец Вздымать Такие клубы дымов Все-таки Ну вообще Как физик Я в этом Глубоко сомневаюсь Я тоже Будь огурцом Я не стал бы так гореть А? Спасибо Спасибо вам большое Может картошка Прошлогодили Да Спасибо Будь я огурцом Я не стал бы так гореть Честное слово У меня не достало бы сил Так воспламениться Будь я огурцом Но мне кажется Что МЧС все-таки Говорит правду Что горит склад С пластиковой посудой Однако женщина Которая работает На этом пластиковом складе Но ныне находится в декрете Утверждает Мы не горим Говорит она Это мы И на форумах И на форумах Вот фотографии Да Местные жители Вывесили И тоже говорят Что это вообще база Ангар Горят Ангары Горят Овощебазы Да А МЧС Гасится Пластиковую посуду Сейчас пытаемся Выяснить Что все работают Сейчас бегут Товарищи Что мы пытаемся сделать В этой ситуации Выяснить бесполезно Мы пытаемся Наделить смыслом Этих Этих Людей Понимаете Подобно С Антону Томпсону Наделявшего Разумом Мустанга И находца Мы пытаемся Наделить разумом МЧС Юрия Михайловича И Всех подряд То есть мы пытаемся Наделить разумом Эту цивилизацию Мы Вопреки разуму Вопреки Опыту И даже Вопреки Нашему релятивизму Мы пытаемся Наделить разумом Действующих лиц Понимаете И Слушайте РСН Мы будем Непрерывно Вдыхать В них разум В конце Мы вам Объясним Почему Горящий огурец И почему Гасят посуду Но она никогда не горела Никакой батуриной Никогда не было А были Злобные финны Но в Амонтеевке И поэтому В Долгопрудном Огромный столб дыма Сейчас В движении Погнали Подъем Русская служба Новостей В движении Спонсор программ ООО Ресторанная коллекция В преддверии Новогодних праздников Сеть ресторанов Пекинская утка Предлагает доставку На дом и в офис При заказе Торт и бутылка Шампанского В подарок Пекинская утка Все лучшее Из Азии 755 8401 10 часов 56 минут Я хотел всех предупредить А в одной Интересной подробности Все думают Что если все уедут То мы то и уедем тоже Мы то не уедем никуда У нас 1 января Дорогие друзья Пятница А у нас 31 декабря Четверг И мы будем орать Здесь вам Здравствуй Великий город Как в четверг Так и в пятницу В 9 утра Значит Вот Заступает с понедельника Смена Это я и Настя Аножко И мы работаем Совершенно спокойно Селявину в ссылку Отправляем Она будет вечерами С 8 до 10 Вести Отбой Да 31 и 1 тоже 31 Селявина Ведет отбой Значит В ночи уже будет кричать Отбой И первая она будет кричать Вам отбой И все что хочешь А мы будем по утрам В 9 утра И 31 И первая И все время непрерывно Да МЧС пока не подтверждает Что это овощебаза Горит в долгах Сейчас они проверяют Проверяют Они по-моему Не у кого спросить Потому что у них У них там 15 расчетов Пластиковая посуда Они такие Пластиковая посуда Нет Мы им сказали Что горит пластиковая посуда Они нам сказали Да А потом мы сказали А может это огурец полыхает Они сейчас говорят Сейчас проверим Но проверить не у кого Спросить у них Кроме как у РСН Негде Это очень важно И естественно К какому мнению Придет наша доблестная Слушательская аудитория То и будет тушить МЧС А вот просто Позвонить в пожарный расчет Который гасит Этот полыхающий огурец Совершенно невозможно Поэтому Я думаю Мы как-то вместе Совокупно справимся Надо позвонить Юрию Михайловичу И Михайловичу Что горит И он скажет Что горит И все Все по-простому будет Потому что огурец Он же тоже подвластен Великому метру Правда же Хотите Хотите уже Не спрашивать про движение Какое движение Забудьте про это Господи Что вам втемяшилось Звонить сюда 10 часов 58 Минут Я вам оставляю Юлию Селявину Которая сейчас будет Статья про АН-148 Правда же Да, правда Я вам оставляю Вячеслава Петрова Который будет Рассказать вам про спорт А я пойду И проживу Эту пятницу 25 декабря Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...